YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, и мне задают вопросы, что такое патопсихология. Я вам рассказываю в своих видео часто о том, как это выглядит, как мы с ними работаем, с теми или иными методиками. В этом видео я не буду касаться вопросов каких-то бланковых методик, автоматизированных методик, программных средств наших, а покажу, чем пользуются непосредственно мои руководители. Сейчас на моем столе я с трудом отобрал то, что вы сейчас видите у своего специалиста. Она говорит, что не отдам, люблю, нравится работать и так далее. Вот стоит рядом со мной, улыбается. Действительно, это фундамент, основа работы любого специалиста, занимающегося патопсихологией, диагностикой в клинике, где-то еще в каком-либо другом месте, на другой работе. Здесь вы можете видеть вот такая маленькая коробочка формата А4, она невысокая, обрезанная, и в ней методики. И вот, собственно, это методики. Не буду пока, как я уже сказал, говорить о стандартизированных методиках. В частности, у моего специалиста, у Елены Владимировны, есть автоматизированные программные комплексы, программы. Ей, собственно, в большинстве случаев не приходится, значит, пользоваться какими-то бланковыми методиками, давать MMPI, KT, LUSK, значит, на бланках. Она все это делает на компьютере, предлагает своим испытуемым. Ну, а сейчас я вам покажу прямо последовательно, подробно и обстоятельно, то, как это выглядит вживую. Будем говорить, некий экшен для патопсихолога. Ну, давайте начнем с такого вот файлика, он достаточно толстый. Вот, Елена Владимировна, покажите его толщину. Вот она, вот, примерно, ну, наверное, сантиметрик. Здесь методики патопсихологические, и здесь методики. Ну, и вот давайте к самому перейдем основному. Это то, что у вас тут сверху лежит. То есть, наиболее часто начинается обследование патопсихологическое с таблиц Шульте, значит, и исследование механической памяти. Вот здесь, вот, вверху у Лены Владимировны две методики. Это 12 предметов, и под ней я вижу, там, по всей видимости, да, по всей видимости, там запоминание 10 слов, верно? Да, все верно. Да, 10, вот методика 10 слов. Так вот она выглядит для памяти, специалист себе так вот распечатал и пользуется ей. И здесь у нас методика запоминания 12 предметов в рисунке. Ну, давайте дальше, что у вас там идет? Ага, замечательно. Как и положено, я не знаю, прошу прощения за качество видео, конечно, снимается на телефон. Вот здесь вот у нас методики пиктограммы, классический вариант, 16 слов и словосочетаний, веселый праздник, тяжелая работа, болезнь, счастье, развитие, вкусный ужин и так далее. Классический вариант, 16 слов. И вот здесь вот, если не ошибаюсь, Елены Владимировны, расширенный какой-то вариант, тут вот у вас 18, то есть расширенный вариант этой методики. Он тоже правомочен. Ну, давайте дальше пойдем. Что у вас там дальше, с чем вы пользуетесь? Так, исключение слов. Ну, аналог, исключение предметов, только в словесном варианте. Это все понятно. Более подробно останавливаться не буду, просто покажу, как это выглядит. То есть, это действительно помещается в один, как это назвать, файлик или папочку, точнее. Да, то есть, вот эти бланковые методики патопсихологические, они не разбросаны где-то по столу, а прямо в один файлик вложены. И, соответственно, специалист, перелистывая, выбирает, по мере необходимости, по процедуре обследования, выбирает ту или иную методику. Так, давайте дальше. Это сложные аналоги у вас тут, да? Кстати, обратите внимание, на обратной стороне у специалиста она тоже себе сделала такую подсказочку. Тут идет некая интерпретация уже. То есть, она в любой момент, что-то сама забыв, ну, это вряд ли. То есть, работает человек с этим каждый день. И, конечно, все это помнит уже наизусть, многие годы этим занимается. И, соответственно, тут у нее какая-то подсказочка, инструкция, видимо, идет. И уже правильные варианты ответов. Это по методике обратно переверните. Сложные, что у вас там? Ага, исключение слов. Исключение слов. И на обратной стороне листочка это подсказка. Методика сложной аналогии. Достаточно понятно. У меня даже видео было по этой методике. Давайте дальше. Так вот, все это компактно в одной папочке. Тут, опять же, подсказочку себе специалист написал. Значит, здесь у нас существенные признаки. Супер методика. У меня, я не помню, было, не было по ней видео. Но обязательно засниму, если это потребуется по необходимости. Инструкция и стимульный материал прямо открывается. И предлагается испытуемому. Идем дальше. Так, что у вас тут? Исключение лишнего. Текстовый вариант. Супер. Дальше. Не будем останавливаться подробно. Вот. Это моя любимая методика. Будьте добры, вот так вот разверните. Значит, это у нас ассоциативный эксперимент. Без него ни один специалист работать не может. Насколько я вижу, Елена Владимировна, это не показывает испытуемому. Испытуемому, я вижу, как она этим работает. И, соответственно, здесь несколько вариантов ассоциативного эксперимента. Замечательно. И тут у вас тоже совмещено. Елена Владимировна решилась экономить место на листочке. И на одном листочке у нее и методика противоположностей, и методика ассоциативный эксперимент. Испытуемому они не нужны. То есть, если вы помните, алгоритм работы предлагается инструкцией. И испытуемому предлагается ответить первым пришедшим новым словом на понятие, допустим, хлеб. Испытуемый говорит черный, лампа, значит, дневная, ну и так далее. Испытуемый это не видит, а Елена Владимировна, открывая эту методику и давая листочек, карандаш испытуемому, он уже начинает или сам что-то записывать, или она записывает. В большинстве, в 99% случаях, она сама записывает ответы испытуемого на предлагаемые стимульные слова. Так, три варианта у нее даже написано. Вот я смотрю, классический-то вариант, он как раз 21, вот он первый у нее. Да, и тут тоже вариант, и тут тоже. Вот какой-то неклассический у нее тут вариант, 30 ассоциативных стимулов. Так, дальше. Это у нас. А, ну вот здесь вот у нее здорово. Вот это мой любимый файлик. Я работаю с этой методикой, но не очень часто в последнее время всего определенных обстоятельств. Тут четко прописаны междометные, хололические, созвучные по звучанию. Прямо дифференцированно. В любой момент специалист может вспомнить, вспомнить, а какую же реакцию. Допустим, если ему, испытуемому, предлагается ассоциативное слово «хлеб», а он говорит «мммммм», старичок 60 лет сидит и нукает, и гмыкает. Да, то есть междометные, низшие, примитивные ассоциации, испытуемый, выдает. Соответственно, речь уже идет о каких-то возрастных изменениях. Ну, или же это высшего порядка ассоциаций. Допустим, индивидуально конкретные. Ну, вот как я привел пример. Хлеб – черный, город – Москва, чашка голубая. Это высшие словесные реакции на ассоциативный эксперимент. То есть тоже подсказка у вас здесь. Здесь у нас инструкция противоположности. Тоже какой-то вариант противоположности идет. Давайте дальше. Не будем на этом много останавливаться. Непринципиально это сравнение понятий классический вариант. Дальше вот так это выглядит. Сравнение понятий стимульный материал. Дальше. Тут классический вариант. Там тоже какая-то подсказка. Специалист сам себе впечатал на обратной стороне. Давайте дальше. Тоже сравнение понятий идет какой-то вариант. Замечательная методика. Тест Эббенгауза. Тут уже конечно стимульный материал. Вот так это выглядит. Тест Эббенгауза. И он распечатывается. Испытуем ему выдается. И он может сам заполнить этот текст. Дальше. Тоже тут подсказка. Нарушение личностного мышления под загарник. Дальше. Это тест Эббенгауза. Второй вариант. Вот. Да. Покажите его. Второй вариант. Это второй вариант тест Эббенгауза. Дальше. Ага. Это. Как эта методика называется? Пропущенные слова. То есть тексты идут. И соответственно с испытуемым предлагается или письменно, опять же распечатав этот бланк, или же устно ответить, ставить вернее, прошу прощения, какие-то слова в пропущенные строки этого рассказа, текста. Замечательная методика. Очень хорошо работает с детьми. Так. Тут тоже проба Эверье. И тут проба методика Эббенгауза. Тоже какой-то вариант. Так. Пошли дальше. Это у нас числовые ряды методика. Тоже распечатывается бланковый вариант. Ой. Замечательно. Как тут даже он. Вон какую Лена Владимировна сложно составную таблицу себе сделала по работе с числами. Замечательная методика. Я вот к сожалению в своей практике почему-то она отлично работает. Я вот ей редко пользовался в свое время. Но тем не менее она работоспособна 100%. Она несколько такая замудренная. Но ничего. Работать с ней можно и нужно обязательно. Давайте дальше. Переверните. Там я вижу у вас очень интересное что-то. Это у нас методика объяснения рассказов. Есть методика объяснения сюжетных картин. А вот здесь вот стимульный материал у Лены Владимировны лежит. Объяснение рассказов с детишками. Милое дело. Логика мышления. Сохранность мышления при каких-то возрастных изменениях. И так далее. Пойдемте дальше. К концу мы уже тут подходим. Их собственно немного. А все. Тут еще что у нас. А это тоже сравнение слов. Какой-то вариант. Тоже инструкция к воспроизведению. А это опосредованная память. Запомните и воспроизвести по типу опосредованного запоминания по Леонтьеву. Только словесный вариант опосредованного запоминания по Леонтьеву. Ну и давайте закончим с этим. Там еще какие-то методики тестов. Я вижу что уже все. А там у вас что-то какие-то методички еще. А на память. Тут у нас тоже отсчитывание по 10. То есть числовая методика по числам идет. Тут у нас методика Дембору Бинштейна. Ох, моя любимая методика Дембору Бинштейна. Она простая, эффективная. Очень-очень-очень хорошо и достоверно работает. Проще методики я наверное не представляю. Но оценить качество мыслительной деятельности просто позволяет супер это делать. Дальше. Они тоже у меня было много видео, дискуссий. Тут у вас какие-то методички, методика отыскивания чисел по Шульте. Но сейчас мы стимульный материал по ней посмотрим. Он вот в этой коробочке собственно находится. Давайте эту сторонку отложим. И откроем коробочку. Вот на ваших глазах у вас там порядок, надеюсь, коробочки. Все, все систематизировано, да? Ага. Вот. Ну давайте тогда по порядку будем доставать. Прямо сверху лежит клипец у вас, да, по-моему. Давайте с нее и начнем. Верхняя. Методика клипец. Методика направлена на оценку мышления, способности строить последовательность, вернее так, способность человека мыслить и выделять главные, основные, существенные признаки предметов. Ну в данном случае это стимульный материал клипец. Вот эта методика, вот эта карточка у нас называется клипец. Все остальное предлагается определить, являются ли остальные карточки, если не ошибаюсь, их 26 штук, являются ли они клипцем. Методика отлично, отлично позволяет оценить качество мыслительной деятельности пациента. Так, давайте в сторонку ее уберем. Любимая моя методика, быстрая, эффективная и, соответственно, с олигофренами работает на 100%. Это моя любимая методика, давайте мы ее так дадут, под фанфары. Это исключение предметов. Автомат Калашникова, нет, давайте назовем его пистолетом Макарова или даже пистолетом ТТ, Тульский Токарев. Убойная методика, с помощью нее можно человека зарезать, застрелить, распотрошить. В общем, понять о человеке все, что касается его качественного мышления. Если не хватает вдруг этих знаний и понимания, здесь вот стимульный материал. Смотрю, первая карточка, да, у вас это, вы ее используете? Да. Первая карточка, необходимо найти, как там инструкция, эта стандартная звучит. Исключите, пожалуйста, один из четырех предметов, а оставшимся трем дайте обобщающее название. Вот это классическая инструкция к методике исключения предметов по заигарник. И, соответственно, пациент должен исключить кошку, оставшуюся назвать или категориальным, или видовым признаком предметов. То есть это или цветы, или растения. Аналогично все происходит и по другим карточкам. Если вдруг человек выдает, например, выдает что-нибудь у нас там, вот монетка, где у нас там монетка? А, вот, замечательная карточка. Если вдруг испытуемый выдает и говорит, что я исключу монету, здоровое выполнение этой методики, исключаю монету, оставшиеся три предмета называю часами. А вот если человек вдруг выдает и говорит о том, что я исключу вот эти вот часы, а оставшиеся три, да, вот часы, вот обратите внимание, настенные часы, а оставшиеся три назову круглые предметы, исключает этот предмет на основании того, что он является не круглым. Это актуализация, так называемая актуализация слабых, латентных признаков предметов и явлений. Это встречается, такой выбор, такое отношение, такое течение мыслительной деятельности встречается только при двух заболеваниях. Это шизофрения, СЦХ и маниакально-депрессивный психоз. Выбрал человечек, вот такой рисунок и говорит, вот это тут восьмигранник, а все остальное, значит, круглое. Извините меня, диагноз понятен и мы это можем подтвердить или опровергнуть с помощью каких-либо других методик и прежде всего классификаций и ряда других. Давайте мы это уберем в сторонку и достанем следующую, вот большую у нас тут самая большая стопочка, да. Это уже, если там пистолет ТТ убойный или М911, это супер оружие, да, то вот это у нас уже, я не знаю, автомат Калашникова, самый надежный, самый убойный автомат в мире. Никто об этом не дискутирует, спорить с этим никто не будет. Классификация предметов. 70 карточек. Вот у нас вот есть еще вот такая вот коробочка, вот я вам покажу. Там у нас идут комплекты копий этих всех методик, в одной коробке три комплекта копий. И вот этот, собственно, вариант, я им пользовался, у меня такая ностальгия, то есть я им пользовался в самом начале своей профессиональной деятельности, классический вариант. И вот Елена Владимировна его взяла, выбрала из всех там трех, у нас там еще три комплекта, выбрала его, ну, наверное, в нем что-то, в этом что-то есть, то есть передача знаний от поколения к поколению. Соответственно, 70 карточек, определенная инструкция, методика у нас на сайте стоит копейки, но работать без нее нельзя. С помощью нее можно узнать о человеке все, что надо касательно качества его мышления. Если эта методика исключения предметов, это просто супер методика, то вот эта методика, она не надо сказать 10 раз супер, 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 супер. Она позволяет уточнить результаты по исключению предметов, ну и, собственно, сама по себе, даже в единственном исполнении, когда берется только она, ну, как правило, все равно специалист сначала берет исключение предметов, а затем уже вот эту методику. Она, конечно, добивает человека полностью, то есть можно выявить любое нарушение мышления. По нозологиям они очень четко дифференцируются, как выполняет это задание олигофрен, страдающий больной эпилепсией, шизофреник, МДП, психопат и так далее. Объяснения больного носят фундаментальный характер в оценке результатов этой методики. Ну и давайте дальше пробежимся, любую, подряд доставайте, которая вам больше, вот, какой рука тянется, таблицы ШУЛЬТЕ. У нас есть автоматизированный вариант этой методики, говорить о ней много не будем. Это, я не знаю, с каким оружием это сравнить, но одним словом, это супер. Это та методика, которая четко позволяет оценить концентрацию внимания, переключаемость внимания и так далее. А есть она у нас в программной версии. Супер методика, 5 карточек оригинальных в полном объеме. Ну, давайте дальше. Видео об этой методике у меня тоже есть. Оба варианта доставайте. То есть тут третий и четвертый вариант методики. Сейчас вот я покажу, тут, прошу прощения, свет не очень хорошо падает. Значит, опосредованное запоминание по Леонтьеву. Третий и четвертый вариант. Стимульный материал этой методики. И, соответственно, ну, собственно, этот стимул, это то, что предлагается пациенту при раскладывании этого материала. Пойдемте дальше. Опосредованное запоминание по Леонтьеву. Их немного. Вообще, лаборатория предлагает чуть менее сотни патопсихологических методик. И вот, поверьте мне, вот без того, значит, файлика, без этих вот методик работать ни один специалист, который вообще работает в области психологии изначально. Сначала идет у нас диагностика, а потом, значит, мы упоминаем такое явление, как и водим пассами, и говорим о пизишке Ани, Юнге, рассказываем людям. Но это в плане коррекции, я смеюсь, конечно, это шутка. Но диагностика, основа основ, она вот в этих самых методиках. Без нее работать нельзя, без этих самых методик. Это у нас что? Объяснение пословиц, да? И метафор. Не надо, не открывайте. Тут понятно, умная голова, золотая голова. То есть, стимульный материал методики, которая, вот если здесь, при формализованном подходе, что-то не удается понять о человеке, то более метафизический, более такой, менее формализованный подход методики объяснения пословиц, метафор, сравнение пословиц и фраз, метафор и фраз, оно позволяет стимулировать, подчас позволяет стимулировать при шизофрении, как раз вот те самые разглагольствования, соскальзывания, резонерства, пациентства. Вот сам стимульный материал по себе фундаментальным образом отличается от подхода вот этих двух методик классификации, исключения и, соответственно, стимулирует нарезонерство шизофреников, вообще без исключений. И пошли дальше. Не открывайте. Установление последовательности событий, три варианта, да, если не ошибаюсь, цыплята, что там еще, колесо у нас, вот, ну все, можно убирать. То есть методика на сайте тоже есть у нас, тоже стоит она сущие копейки, вот оригинальный вариант этой методики. И тут буквально осталось последнее. Это у нас супер методика, опять же, по аналогии с пословицами и метафорами, плохо структурированный стимульный материал, четыре картинки. Ага, вот так разложите их пока, вот так, чтобы не очень хорошо видно, такие вот четыре картинки. Объяснение картин стимулирует. Давайте покажу первая, вторая картинка. Вот тут будет видно, не будет видно, девушка такая сидящего у окна. Классический вариант объяснений сюжетных картин. Самая моя любимая картинка. Вообще провоцирует, провоцирует, еще раз провоцирует шизофреников на какие-то странные высказывания. Но это я прошу меня простить, в кавычках всю эту фразу беру. Она достаточно такая, в общем-то, условная, поймите меня правильно, но картинка работает. Она провоцирует и стимулирует человека к резонерству, каким-то странным ассоциативным связям, рассказыванию шизофреникам о себе, что-то такое необычное и так далее. Ну, много вариантов. Тут еще у нас отсутствует, они просто в коробочку не вошли. По-моему, там у нас еще несколько методик, где-то на полках там у нас лежит. Еще две или три методики почему-то, но они, по всей видимости, они большие форматы. Там листочки большие, а четыре. Там еще ряд методик, две или три методики, они просто не в коробочке. Ну, неважно. Одним словом... Сейчас, Елена Владимировна тут приборку уже осуществляет. Закрывает все это. То есть, такая коробочка с такими методиками стоит обязательно. Или где-то, значит, в столе у психолога лежит или рядом, где-то на столике стоит такая коробочка. И он по мере надобности, по мере течения экспериментально-психологического исследования, психофизиологического обследования, достается та или иная методика. По ходу, когда специалист думает о том, что вот сейчас вот, что его насторожило, что ей надо сейчас дать. То есть, посмотреть, это ли органика дает какие-то методики на память, внимание. Или же это какие-то нарушения мышления, опять же, при органических нарушениях. Или же это какое-то течение, процесс какой-то. То есть, речь идет о шизофрении, понятно, маниакально-депрессивном психозе. Вот такая вот коробочка. Это полный набор. Вот там уже у нас лежит вот этот файлик. И вот, собственно, их немного, фундаментальных. Они все есть у нас на сайте. И, собственно, вот у меня спросили, как это выглядит. Вот я показываю, как это выглядит. Вот такая коробочка. Это рабочий инструмент. Тут мы видим автомат Калашникова. Тут пистолет ТТ или М911, кто знает, тот поймет. Это у нас страйдер, как минимум, по меньшей мере. Ну и, соответственно, вот оружейная тематика меня влечет. Поэтому я так аналогии провожу. Вот так выглядят наши патопсихологические методики. Изготовленные, заламинированные и, собственно, используемые моим коллегой, мною используемые в работе при экспериментально-психологических исследованиях и при необходимости при очных обследованиях по психофизиологическим обследованиям работников потенциально опасных производств, когда они очно приходят к нам сюда, в лабораторию. На этом все. Благодарю вас за внимание. И удачи вам.